Родственник? А пострадал, да, водитель? Какие травмы-то у него? Не знаю. Везли в 35-й. Что? Везли в 35-й. Он один ехал-то, да? Серьезное ДТП на улице Бекетова, 65, произошло в 12.25. В аварии участвовали как минимум три автомобиля. Внедорожник Рено, легковая Субар и пассажирский автобус 62-го маршрута. 67-летний водитель Рено заявил, что молодой человек за рулем легковушки выскочил на красный сигнал светофора и задел его. Когда он собирался поворачивать. Из автобуса выскочил вот этот вот. На километрах. Ну, как говорят свидетели, 70-80 километров шел. Он от меня отлетел. Я сколько? Километров пять только-только тронулся, да? И в автобус врезался. Сильнейшее повреждение Субару получил именно от столкновения с пассажирским автобусом. К счастью, никто из его пассажиров не пострадал. А вот 32-летнему мужчине из легковой потребовалась помощь медиков. На скорую увезли. Вроде сотрясение может быть будет. Кровь была. Вы один ехали? Нет. С супругой. У вас кто-то пострадал в машине? Никто. Водитель Рено считает, что виновник аварии Субару. Однако, по предварительным данным ГИБДД, напротив, Рено не предоставил преимущества легковушки, из-за чего и случилось ДТП на огромных скоростях. Впрочем, во всех подробностях уже разбираются дорожные полицейские. Сергей Щеплякин, Даниил Воронов, Патруль ННТВ.